На сегодня в Карагандинской, Акмолинской, Кустанайской областях обстановка стабилизировалась. Угроза подтопления отступила. Семьям, чьи дома уже не восстановить, начали вручать ключи от нового жилья. Давайте узнаем об этом подробнее. Внимание на экран. Большая семья жумажан старожила села Аксу. Река Шубаша и Нура подтопила здесь 24 дома. Жилье, в котором жили сразу три поколения, восстановлению не подлежит. Им, а также еще нескольким семьям из Красной Поляны и Аксу предоставили другое. Нам уже дали новый дом. Спасибо большое. Мы его сами выбрали. Он нас устроил. Компенсацию уже получили. Всю необходимую помощь нам оказали очень быстро и даже помогли с переездом. А в Кокшетау новые квартиры приобрели 11 жителям, пострадавшим от паводков. Им всем за счет государственного фонда купили жилье со всей мебелью и техникой. Одну из первых новую квартиру получила мама четверых детей Сауле Копарова. Помогли. Всем большой рахмет. Все поддержали. Очень немаловажна, конечно, помощь всех, сколько благотворительных фондов, сколько все со всех сторон мне помогали. Более 13 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков. 49 семьям в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях предоставили жилье взамен разрушенного. Единовременные выплаты в размере 100 МРП начислили больше 13 тысячам семьям на 4,8 миллиардов тенге. Объем выплат за павший скот достиг 278 миллионов тенге. Больше 670 миллионов тенге выделено проведение ремонтных работ в 524 домах. Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на контроле правительства. Отметим, что более подробную информацию о мерах поддержки можно узнать на информационной платформе Кулдау. Я еще раз отмечу, вы прямо сейчас можете подать заявку на возмещение ущерба, отсканировав QR-код, который вы видите на своих экранах. КОНЕЦ